Гости столь высокого уровня в Видновском бассейне, в котором воспитали пловца мирового уровня, не редкость. Сегодня на соревнования приехали четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов и двукратный чемпион первых европейских игр в Баку Алексей Брянский. Вместе с чемпионом из Ленинского района Евгением Рыловым они приветствовали юных пловцов. Дайте, пожалуйста, ещё вашим родителям повод гордиться. Это самое важное для них. Поэтому сегодня вам удачи, показать лучшие результаты порадителям, мамам, в частности, порадоваться, душево переживать. Алексей Брянский отметил важность поддержки со стороны родителей молодых спортсменов. Любите своих детей, помогайте им, достигайте высоких результатов. Вы очень сильно можете повлиять на их будущую карьеру. И вот на старте первые участники. Эти ребята уже добились определённых успехов. И для начинающих тоже являются примером для подражания. Сто-метровую дистанцию преодолевают немногим более чем за минуту. У основных участников заплыва дистанция и стиль плавания зависят от года рождения. Старшие плывут также сто-метровку, а младшие вольным стилем – 50 метров. Три года занимается плаванием Катя Лазуренкова. Сегодняшнее соревнование, хоть и не первое в её жизни, но ответственное. И мамина поддержка для юной плавчихи очень необходима. Тем более, что девочка мечтает о большой спортивной карьере. Хочу, чтобы я была знаменитой. Поддерживаем, стараемся, направляем, стараемся больше времени проводить на воде. То есть, по возможности. Внимательно за участниками состязаний следили именитые спортсмены. И тут же обсуждали свои, как после сказал Александр Попов, секретные темы. Трём спортсменам с разным опытом всегда есть о чём поговорить. А учитывая то, что и сам четырёхкратный олимпийский чемпион начинал учиться плаванию в обычном бассейне, тем более. Я начал с 7 лет, с 7 лет, 25 метров в бассейн, уровень мастера спорта. Всё в порядке, всё как все. 25 метров в бассейн, никаких, каких-то сверх у меня ни тренировок, ничего не было. То есть, за счёт технической работы, за счёт мастерства тренера это всё делается. Правильные тренерские установки и, конечно, стремление самих спортсменов Центра Дельфин уже доказали миру, что и в маленьких бассейнах рождаются большие звёзды плавания.